МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект «Атомпарк-2» как новый этап в улучшении городской территории. Территория, которая станет разгрузкой для всех наших жителей. В Десногорске прошел интеллектуальный забег «Бегущая книга». Мне очень ценно, что я сегодня неожиданно очень для себя получила такие замечательные книги. 1 июня прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В центре внимания работы комиссионной группы – текущая эпидемиологическая обстановка в городе. На сегодняшний момент в стационарном госпитале находится 16 больных коронавирусной инфекцией. Ещё 8 человек с пневмонией на домашнем лечении. С начала пандемии в городе зарегистрировано 2267 человек с положительными тестами на коронавирус. Почти 97% из них выздоровели. Десногорску удалось выйти из майских праздников без прогнозируемого роста числа инфицированных. Но общая динамика заболеваемости в Смоленской области остаётся высокой. Если говорить об обстановке, то обстановка в том числе в Смоленской области непростая. Регистрируется достаточно высокий уровень заболеваемости COVID-19. И поэтому если у нас немного, если по сравнению со Смоленском, то расслабляться, я считаю, не надо. И продолжать все мероприятия по соблюдению масочного режима. По словам докладчика, в городе прослеживается стабильная положительная динамика сдерживания распространения инфекции. Это стало возможным во многом благодаря вакцинации, которая успешно набирает обороты. Жителям города стала доступна новая вакцина Кови-Вак, и число вакцинированных постоянно растёт. Спутник Ви первым этапом привито 5855 человек, второй этап получили уже вакцину 4821 человек. А Кови-Вак вот только начали прививки получать, первым этапом получили привито 36 человек. Второй этап ещё не подошёл. С первых дней июня начинают работать детские лагеря и оздоровительные площадки. Многие взрослые уезжают в путешествия по стране и за рубеж. Поэтому по указу губернатора Смоленской области режим повышенной готовности продолжает действовать на территории всего региона. Ксения Ложкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна-ТВ Успешно продолжается воплощение в жизнь проекта «Атомпарк». Но останавливаться на достигнутом в улучшении общественной территории городские власти не планируют. 28 мая в здании городской библиотеки состоялась презентация концепции «Атомпарк-2». Завершить проект и взяться за новый. Именно так планирует поступить администрация нашего города при поддержке концерна «Росэнергоатом», губернатора и администрации Смоленской области. На мероприятии присутствовал глава города Андрей Шубин, а презентацию нового дизайн-проекта представил его куратор, заместитель главы города по социальным вопросам Александр Новиков. «Атомпарк-2», используя природный интерес, природную насыщенность этой территории, предполагается как более тихая, более настроенная на лирический лавад территория, которая станет разгрузкой для всех наших жителей. Проект «Атомпарк-2» станет продолжением культурно-досуговой территории «Атомпарка-1». На сегодняшний момент это лесная зона с выходом на территорию пирса. При составлении проекта учитывались пожелания и предложения жителей города о наполненности будущего досугового комплекса. «Вот такие появились пожелания о том, что зелёная территория должна остаться в первую очередь зелёной, должна остаться привлекательной, но при этом быть удобной для тех, кто занимается водными видами спорта, для тех, кто занимается активными видами спорта на природе юга. Большие пожелания были в плане проведения семейного досуга». Комментарии к презентации по видеосвязи дали архитекторы проектного бюро М4, с чьей помощью был спроектирован проект. В обсуждении объектов новой общественной зоны приняли участие сотрудники Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике, а также члены Молодёжного совета города Десногорска и неравнодушные жители города. Подготовленный проект только начало разработок, поэтому присутствующие заполнили анкету с предложениями, которые будут учтены в дальнейшем. Ксения Ложкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ 27 мая десногорцы приняли участие во всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга». Майский интеллектуальный забег стал пятым, начиная с 2018 года. Общественно полезное мероприятие с энтузиазмом поддержали атомщики, волонтёры города и студенты Десногорского энергетического колледжа. В роли организаторов выступили сотрудники Центральной библиотеки Десногорска. Ровно в полдень более 50 волонтёров отправились в самые популярные места Атомграда, чтобы обменять книги на знания. Всего было организовано 4 маршрута интеллектуального забега. Проходя свою дистанцию, участники акции предлагали случайным прохожим ответить на вопросы из области литературы, знаний о родном городе и регионе. Не обошлось и без забавных вопросов с подвохом. Кто под проливным дождём не намочит волосы никогда? Наверное, тот, у которого... Волос нету. Абсолютно верно. Ёжик, наверное. У ёжика нет волос. Каждый, кто ответил правильно, получал в подарок за свои знания книгу. Все, кто с вопросом не справился, тоже не остались без призов. Их ждали блокноты и промокоды для крупнейшей онлайн-библиотеки Литрес. Всего участники акции успели вручить десногорцам 300 книг. Мне очень ценно, что я сегодня неожиданно очень для себя получила такие замечательные книги. Акция «Бегущая книга» проводится два раза в год весной и осенью. Первоначально это мероприятие проводилось в городах присутствия атомной отрасли, где и появилась эта идея. Сейчас креативный подход к просвещению ежегодно набирает обороты по всей стране при поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках программы «Территория культуры Росатома». В 2021 году это необычное событие посвятили Общероссийскому дню библиотек и 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Акция «Бегущая книга» просто замечательная, потому что в последнее время люди стали меньше читать художественной литературы, которая действительно круто прокачивает мозги, которая влияет на ваши интеллектуальные способности, которая влияет на эрудированность человека. И вообще читать нужно обязательно. Родители, приучайте детей к чтению, взрослые, читайте и подавайте собой пример детям. В конце выпуска коротко о погоде. 4 июня в Десногорске ожидается переменная облачность, днем температура воздуха плюс 19, ночью плюс 12. На сегодня выпуск завершен. С вами был Виталий Волков. Увидимся.